Мир вам, братья и сестры! Вот на самой большой горе там идол стоит, но в то же самое время в этой республике Господь действует, Господь спасает, есть верующие люди, которые покаялись. Да, там много проблем, много разделений, к сожалению, в церквях, но в этой республике мне, у меня попросили передать большую благодарность у вас церкви. За что благодарность? В одном попросили сказать, что когда будешь в Барановичах, передай, что мы смотрим служение Барановичской церкви и получаем через это назидание. И поэтому, знаете, вот служение, которое проходит у вас, братья, которые проповедуют, ими питаются братья и сестры с этой республики, Стувы, и не только Стувы, был в других местах, Красноярском крае, в других местах, и в многих местах говорят о Барановичской церкви. Что мы смотрим, что мы получаем большое назидание, поэтому примите благодарность от этой республики, большой привет с России. И расскажу еще небольшое свидетельство. В этой республике Бог позволил быть две недели, и первая неделя был молодежный лагерь, а вторая неделя посещать разные церкви. И, знаете, такой вот интенсивный темп, посетишь одну церковь, и там служения порой проходили и по шесть бывало часов, пока поговоришь с людьми, все, съездишь в одно место, приезжаешь назад, поспишь, снова надо ехать в другое место. И уже под конец недели, пятница, поехали на границу туда с Монголией, в один поселок. Вот тоже служение где-то около шести часов, само служение, беседа с людьми. Вот, и возвращаемся назад, садится брат за руль, впереди с ним жена, сзади него нахожусь я, и возле меня другой брат. И вот мы едем поздно вечером, и я смотрю, жена водителя засынает, брат, который сидел рядом со мною, сзади, тоже засынает. Ко мне тоже очень сильно подступает сон, очень сильно хочется спать, вот такой интенсивный темп такой, еще духовная такая усталость и физическая, очень сильно хочется спать. Но приходит такое понимание, что надо бодрствовать. Я борюсь, я сражаюсь с этим сном. Потом едем, какой-то момент, я смотрю, голова водителя так резко, раз на бок. Я только успел крикнуть его имя. Он раз, так вздрогнул, остановил машину, переселив, другой брат сел за руль. Вот, и в этот день жена моя говорит, что я чувствовал сильнейшее беспокойство за тебя, сильнейшее побуждение молиться за тебя. Вы знаете, я не знаю, вот если бы я тогда заснул там, не знаю, стоял бы я сейчас перед вами или нет. Но вот такая вот Божья милость, Бог сохранил от аварии. Слава Богу за это. И я хочу поделиться таким словом. Прочитаю книга Откровения, 18 глава 7 стиха. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу. Ибо наступил брах акца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. Аминь. Библия говорит, что жена его приготовила себя. Жена – это церковь Иисуса Христа. Ныне это невеста, но наступает время, когда невеста становится женой. Жена приготовила себя. И я хочу поговорить о готовности церкви к пришествию Иисуса Христа. И что необходимо, чтобы церковь была готова к пришествию Иисуса Христа. Для этого необходимо иметь правильное, верное духовное состояние. Или верное состояние Духа. Книга пророка Аввакума, 3 глава, 16 стих написана. «Я услышал и вострепетала внутренность моя. При вести осем задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет грабитель на народ мой». Аввакум услышал, на народ идет грабитель. А что будет делать грабитель? Грабить, убивать, насиловать, оставлять после себя руины, попелищи. И грабитель еще не пришел. До Аввакума дошла только весть о том, что идет. И вот его реакция. «Привести осем задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои и колеблется место подо мною». Все внутри затряслось. На страну идет страшное бедствие. А дальше Аввакум говорит свою задачу. А какова его задача? А его задача следующая. «А я должен быть спокойным в день бедствия». А как быть спокойным, когда такое страшное бедствие идет на страну? Библия говорит. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам не так, как мир дает я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Евангелие от Иоанна 14, 27. «Иисус Христос, уходя с этой земли, оставляет своим ученикам свой божественный мир. Мир Божий был и праведнику в Ветхом Завете, Аввакум должен быть спокоен в день бедствия. Но особый Божий мир имеет верующие в Иисуса Христа или призванный иметь. Правильнее сказать «призванный иметь». Не все имеют этот мир. Но во Христе Иисусе мы призваны иметь особый Божий мир. И мир Божий в нашем сердце – это показатель верного состояния Духа. Божья любовь, которая наполняет наши сердца, радость Духе Святом – это показатель верного состояния Духа. И в духовной войне цель врага – это поразить дух человека. Потому что в притче 18, 15 написано «Дух человека переносит его немощи». А пораженный Дух кто может подкрепить? Если врагу удалось поразить человека материально, поразить его здоровье, например, как у Иова, поразить его авторитет среди людей, ну, например, оклеветать, но ему не удалось поразить наш Дух, с точки зрения вечности мы ничего не потеряли. Хотя на земле могут быть огромные разрушения. Но если у нас есть материальное благополучие, крепкое здоровье, авторитет и уважение, но у нас пораженный Дух, все, цель врага достигнута. И, братья и сестры, есть разница, есть, когда человек проходит через искушения какие-то, борьба плоти и Духа – это еще не поражение, а есть, когда у человека пораженный Дух. И вот это цель врага – поразить Дух человека. Я понимаю, есть разные уровни поражения. И цель врага – так поразить, чтобы человек отступил от Бога. И в Евангелии от Матфея, 24 главе, написано слова с 1 стиха, «И вышед Иисус, шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это, истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел Он на горе Илеонске, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет и какой признак Твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Знаете, перед пришествием будет особое действие Духа Святого. Дух Святой будет готовить невесту ко встрече с женихом. Но перед пришествием Иисуса Христа будет и особое действие врага – обольщение и лжепророчеств. И вот Иисус Христос предупреждает особо, прежде чем говорить о признаках пришествия, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Дух обольщения будет действовать в особенной мере перед пришествием Иисуса Христа. И возникает вопрос, почему? И вот дальше я вижу причины, читаю дальше. С пятого стиха. «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о военных и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство. И будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней». Евангелие от Луки, 21 глава, дополняет несколько стихов. С 25 стиха. «И будут знамением солнца и луни и звездах, а на земле уныние народу и недоумение. И море восшумит и возмутится». Какое море восшумит? Мы понимаем человеческое, но я понимаю и то, и другое. И физическое будет шуметь. Здесь усилятся штормы, ураганы, изменения климата, наводнения. Но больше всего это относится к человеческому морю. Море будет шуметь. Там будут бунты, мятежи. Там будут войны и военные слухи. Море будет шуметь. Почему? Потому что умножится грех и беззаконие. С 26 стиха. «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славой великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите голову ваши, потому что приближается избавление ваше. Аминь». Смотрите, какая разница. Одни будут издыхать от страха и ожидания будущих бедствий, грядущих на вселенную. А другим сказано «Восклонитесь и поднимите голову ваши, ибо приближается избавление ваше». Смотрите, какая разница. От чего она зависит? От духовного состояния человека. Есть ли у человека верное состояние Духа? Он находится в близких отношениях с Богом. Он исполнит то, что написано с 27 стиха. Но есть ли у человека пораженный Дух? И он будет в страхе и в ожидании будущих бедствий. И возникает вопрос. То есть, почему столько будет обольщений и лжепророчеств? Библия говорит, перед пришествием Иисуса Христа умножатся различные катаклизмы. Глады, моры, землетрясения по местам. Восстанет народ на народ, царство на царство. Море восшумит. Будут бунты, мятежи, в народах смута. И враг будет сеять в народы злобу и ненависть. Он будет озлоблять людей друг против друга. Мы видим, что происходит в мире. Враг сеет эту злобу и ненависть. И это будет очень сильно влиять духовно на людей. И наступает момент. Наступит момент, когда цель врага – эту злобу и ненависть направить в одном направлении. Куда? Читаю Матфея 24, глава 9 стих. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Вот куда? На церковь Иисуса Христа. Против церкви будет нанесен сильнейший удар. Это еще впереди. Ныне много гонений по лицу земного шара против церкви Иисуса Христа. Но наступит время, когда гонение будет по всему лицу земного шара. Есть места ныне, где гонение, есть, где свобода, а наступит время, будет гонение по всему лицу земного шара. Против церкви Иисуса Христа будет нанесен сильнейший удар. И вопрос. Церковь Иисуса Христа устоит? Да, мы знаем местописание. Христос сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Церковь Иисуса Христа устоит, потому что с ней Христос, потому что с ней Дух Святой. Но в самой церкви не все устоят. И это не потому, что Господь что-то не дал, а зависит от нашей ревности и реакции на эти события. И Библия говорит, «Тогда отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, будут те, которые отступят от веры». Дальше написано 24 глава с 10 стиха. «И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лже-пророки восстанут и прелестят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». И вот 13 стих, великое разделение. «Претерпевший же до конца спасется». И вот наша задача – оказаться в числе претерпевших до конца. При этом неважно, достигнем ли мы физического, но физические пришествия Иисуса Христа, или мы перейдем естественным образом, пройдя через физическую смерть. Наша задача – быть готовыми на всякое время. И вот то, что будет происходить, и это больше относится к церкви, Христос предупреждает, будут те, которые соблазнятся, будут те, которые будут друг друга предавать, будут те, которые возненавидят друг друга, и, к сожалению, это будет церкви, будут те, которых охладеет любовь, а будут те, которые претерпят до конца и останутся верными Христу. И еще раз к этому вопросу возвращаюсь. Почему перед пришествием Иисуса Христа так много будет обольщений и лжепророчеств? Потому что для этого будет приготовлена благоприятная почва. А что является благоприятной почвой для обольщений и лжепророчеств? Это пораженный дух. Пораженный дух – это дух, который открыт для обольщений и лжепророчеств. Ну, например, человек допустил в свое сердце обиду, допустил бунт. Все, я уйду отсюда. Здесь любви нет. Ушел. Он открыт для чего? Для обольщения. Вот подыграй на его этих нотках, и все. И он попадет на какой-то крючок лезть. Знаете, в одном месте была одна такая церковь, и там было такое обольщение. Там женщина вела эту церковь. Вот когда туда люди, ну, так называемая церковь, когда люди туда приходили, эта женщина говорила такие слова. «О, слушай, я вижу на тебе призвание апостола, а на тебе призвание евангелиста. Но чтоб ты исполнил это призвание, ты должен быть где? У нас в церкви. Потому что себя ты там не исполнишь. У вас там религия и так далее». И вот одна сестра, я разговаривала с ней, попала на это обольщение, и говорит мне такие слова, что «Ой, я пришла в такую церковь, Господь привел, там такая благодать». Вот. И дальше говорит, что «Бог открыл вот этой вот женщине, которая вела, что у меня дар евангелиста». Мне пока, правда, еще не открыто, но ей открыто. И еще такие слова добавила. «Бог своих выводит». Откуда выводит? Она была в нормальной церкви. Побыла там какое-то время, потом ее там обманули, она увидела этот обман и возвращается назад в свою церковь. «То кто тебя вывел?» А почему такое произошло? Потому что было за что врагу зацепиться. Было что-то в сердце, в духе. И поэтому, когда дух человека поражен, он открыт для обольщения. Но есть ли у человека верное состояние духа? Библия говорит, светильник Господень есть дух человека. И когда этот светильник наполнен елеем духа святого, он горит ярким пламенем Божьей истины и Божьей любви. И человек видит Божий свет, и он видит, где истина, а где тьма. Малахия 2,15 написано, «Итак, берегите дух ваш. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Когда у человека верное состояние духа, он будет видеть свет Божьего откровения. Но если дух человека поражен, все, он открыт для различного обольщения. И приведу пример в жизни благословенных мужей Божьих, через которых нам пришла истина. Но есть пример даже в жизни этих людей, как это работает. Это ученики Иисуса Христа. Я не имею в виду, что у них был пораженный дух, но есть один пример, когда они пришли в Самарианское селение, и их там не приняли. И они приходят к Иисусу Христу и говорят, «Хочешь, мы сведем на них огонь, как Илья свел?» И знаете, и тут же нашлось место Писания. А Иисус Христос говорит такие слова, «Не знаете, какого вы, Духа?» Еще раз, я не имею в виду, что у учеников был пораженный дух, или они находились в обольщении. Ну вот, допустили что-то. И из этого пришло, и место Писания нашлось. Но Иисус Христос говорит, это неверное толкование. Сын Человеческий пришел не губить души, а спасать. И вот в той области, где дух человека поражен, вот там он и открыт для обольщения. Знаете, дух человека переносит его немощи. Может, жизнь, у человека пришла какая-то трудность, беда, проблема. И если у человека верное состояние духа, он будет иметь внутреннюю силу Божьей благодати, чтобы пройти, выстоять и остаться Господу верным. Да, будут слезы, это нормально. Плачь будет, это нормально. Но он будет иметь внутреннюю силу Божьей благодати, чтобы победить. Но если у человека пораженный дух, внешний удар, и человек разбит. И вот в той области, где дух человека поражен, вот там он и открыт для обольщения. Например, если дух человека поражен бунтом, он открыт для обольщения какой области? В области бунта и мятежа. И когда ему говоришь такие слова, противящийся власти противится Божьему установлению, а противящийся сами навлекут на себя осуждение. Знаете, сколько есть превратных толкований, чтобы обойти вот это местописание? Вот одно из них приведу. Здесь не имеется в виду о конкретном человеке, который находится о власти. Здесь имеется в виду, такое слово придумали, об институте власти. Ну что такое институт власти? Мы не против самой власти, мы просто там против такого-то человека, который у власти. Хочется спросить, слушай, а ты бы хотел, чтобы так истолковали у тебя в семье вот это местописание? Жены повинуйте своим мужьям, дети повинуйте своим родителям. Когда жена не повинуется, и ты ей говоришь повиноваться на основании слова, ты бы хотел, чтобы она точно так же истолковала? Слушай, так тут же написано про институт власти, а не про тебя. Ты же не хочешь мне купить то, что я хочу? Был бы другой муж, я бы повиновался. Хотел бы, чтобы так истолковали. Наверное, никто не хотел. А зачем ты так превратно толкуешь? И знаете, таким превратным толкованием бери любую церковь, бери любую страну мира, поднимай бунт, и ты везде этот бунт вот таким превратным толкованием оправдаешь. Другой пример. Если дух человека поражен местью, он открыт для обольщения в какой сфере? В сфере мести, злобы. И он будет принимать месть под видом Божьей справедливости, превратно толкуя. Более того, если проповедник поражен местью, он будет сеять месть в жизнь других людей под видом Божьей справедливости. Ну, пример с апостолами. Ну, так как бы так, они не сбодрствовали. Еще раз не говорю, что у них пораженный дух. Ну, вот они не сбодрствовали. И вот, как истолковали. Вот, ну, Христос здесь тут же поправил. А есть люди, которые в этом живут, постоянно живут. И приходят различные превратные толкования. Как мы можем прощать, если они не просят у нас прощения? Бог не прощает, если у Него не просят прощения. Почему мы должны прощать? Это то, что ныне проповедуется. Есть разница между Божьим прощением и нашим прощением. Мы не можем простить так, как прощает Бог. То есть мы не можем простить человеку грех, чтобы он не пошел погибель. Это прощение дает только Господь через пролитую кровь Иисуса Христа. И человек получает, когда он кается и принимает Иисуса Христа. Но наше прощение, оно больше направлено на освобождение нашего сердца от злобы и ненависти. Если человек не простил, его дух поражен местью, злобой и ненавистью. И приходит такое превратное толкование. Иисус Христос молился, Отче, прости им, ибо они знают, что делают. Здесь не имеется в виду, что Христос простил им так, что они будут делать грехи, но не пойдут погибель. Нет. Он молится сейчас, Господи, помилуй этих людей. То есть дай им покаяние, спаси их. Но если они не покаются и пристанут пред Христом вечности, естественно, будет справедливый суд. Так вот, поэтому мы и должны прощать, что не мы судья, а Господь является судьей. А порой приходят такие превратные толкования. Говорят, одностороннее прощение, доктрина об одностороннем прощении, такого не должно быть. Бог прощает, если только у него просят. И мы должны прощать только тогда, когда у нас просят прощение. Знаете, я помню, беседовал с одной сестрой, она каялась, просила у Бога прощения за свои грехи, но сказала такие слова, «У меня есть один грех, я никогда от него не избавлюсь». Какое? Непрощение. И здесь я начал ей объяснять. Знаете, что такое непрощение? Это когда ты берешь в стакан, наполняешь его ядом, и пьешь его, думая, что это повредит другому. И дальше, объясняя ей, Господь коснулся ее сердца, она начала плакать, и приняла решение простить. А представляете, преподать ей вот этот яд? Как мы можем прощать, если у нас не просят прощения? Библия говорит, мы молимся молитве покаяния, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Другое дело, братья и сестры, когда человек пережил, может быть, какую-то трагедию, может быть, пережил насилие, может, убили его родных, ему тяжело, ему трудно, это другой вопрос. И он приходит и просит, братья, помолите за меня, мне больно, мне тяжело, я хочу исполнить Слово Божие, но у меня не хватает сил. Это другой вопрос. И когда человек взывает, за него молится, Бог дает эту силу. И поэтому, когда человек поражен злобой, ненавистью, вот из этого пораженного духа будет исходить различное лжеучение, оправдывающее злобу, ненависть. Откуда исходит лжеучение, что верующим можно брать оружие и убивать из пораженного духа? Считаю, следующее местописание, еще одна область духовного поражения. Третья книга царств, 22 глава. Здесь рассказывается история, когда благочестивый царь Иосафат допускает такую ошибку. Он вступает в союз с нечестивым царем Ахавом, и тот приглашает его на Ромао Галацкий. 22 глава, 5 стиха. «И сказал Иосафат царю израильскому, спроси сегодня, что скажет Господь?» И собрал царь израильский пророку около четырехсот человек и сказал им, «Идти ли мне войною на Ромао Галацкий или нет?» Они сказали, «Иди, Господь предаст свою руку царя». И сказал Иосафат, «Нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него?» Господа. Интересно, что тебе? Мало этих? Около четырехсот пророков. Все единогласны. «Иди, Господь даст успех!» Ну, я слышал, когда толковали, что тут говорится о лже-пророках, которые пророчествовали именем другого Бога, там, Ваалов или Дубравов. Ну, тут так не написано. Тут написано, «Господь предаст». Иосафат, неужели тебе мало? Четыреста, около четырехсот человек. Все единогласны. «Иди, будет успех!» Но хоть Иосафат допускает эту ошибку, но он был благочестивым царем. И я понимаю, он в духе что-то чувствует. Что-то здесь не так. Какая-то здесь фальшь. Нет ли здесь еще пророка Господня? Есть один, но я его не люблю. А чего ты не любишь? Потому что он не пророчествует обо мне ничего доброго. Не люблю таких пророков. Не говори так, царь, позови его. И вот дальше, с 13 стиха, посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, «Вот речи пророков единогласно предвещают царю добрые. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них. Из реки и ты добрая». О, интересно. Приглашают пророка, ему заранее говорят, что надо сказать. Вот представляете, так церковь пригласили. Ну, это не вашу церковь. Ну, представляете, где-то вас, я верю, такого не будет, но вот куда-то пригласили и дали задание. Вот той сестре скажи то, а вот тому брату скажи то. Понял? Только не перепутай. И сказал Михей, «Жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь. Будет так, говорит Господь, а не так, говорит Михей. И пришел он к царю. Царь сказал ему, «Михей, идти ли нам войной на Ромов Галадский или нет?» И сказал тот ему, «Иди, будет успех, Господь предаст свою руку царя». Интересно, а что он это говорит? Для того, чтобы испытать его. Что ты хочешь? Тебе надо, чтобы я это сказал? Он мне сказал, и что надо сказать. Давай скажу. «Иди, будет успех, тебе это надо?» И сказал ему царь, «Еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истинного имя Господа». Ах, ты хочешь истину? Ну тогда слушай истину. Ты оттуда. Смотри. От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Хочешь истину? Слушай. Ты оттуда не вернешься. Ты там погибнешь. Что я тебе говорил? Он не пророчествует обо мне ничего доброго. Посадить его скудно на хлеб и воду, пока я не вернусь. И если вернешься, не Господь через меня говорил. Слушайте все. Вот Михей не боялся сказать этих слов. Там не было, знаете, так, как бывает в наше время. Иногда через человека было слово кому-то, потом оно не исполнилось, потом этот человек подходит и еще спрашивает, «Слушай, а ты не молился чего-то? Слово, которое тебе было, не исполнилось. Что надо добавить через меня? Слушай, а мне и молиться за это не надо, и я и так тебе скажу, что оно не исполнилось? Потому что не от Бога было, поэтому не исполнилось. Было под Бога, исполнилось. Это тебе надо молиться, что ты передаешь, чего оно не исполняется. Братья и сестры, я понимаю, есть, когда пророчество идет с условием. Если ты сделаешь это, Господь сделает это. Человек не сделал своей части, и оно не исполнилось. Тут пророк не виноват. Или, например, было обетование человеку, но человек пал грех, и оно, естественно, не исполнилось. Тоже пророк мог передать верное слово, но человек пал грех. Но есть, когда явный прокол, и вместо того, чтобы как-то покаяться, смириться, человек еще ищет, как выкрутиться. Но вот здесь такого не было. И если вернешься, не Господь через меня говорил, слушайте все. А ты представляете, если бы тут так было? Он взял, вернулся. А ты вернулся? А как ты вернулся? А тебе же было слово, что ты должен погибнуть. А ты не молился, что оно не исполнилось? Наверное, это были последние слова Михея. Но Михея имел близкие отношения с Богом. И он передал верное и точное слово от Бога. Возникает вопрос, а почему вот эти 400 человек передали лжепророчество, ложное слово? Потому что они имели пораженный дух. А чем их дух был поражен? Таким грехом называется человекоугодничество. Что такое человекоугодничество? Это когда Бог ставит на такую развилку. Воля Божия идет в одном направлении. Воля людей идет в другом направлении. Есть, когда они идут в одном направлении. Ну, например, кому-то что-то помочь. Я и человеку угождаю, я и Богу угождаю. А есть, когда они идут в разных направлениях. Угодить Богу – это не угодить людям. Угодить людям – это не угодить Богу. И на этом перекрестке принимается важное решение, Какой страх мною будет дальше руководить? Если человек не выдерживает давления, но они же не поймут, ну как я буду выглядеть перед ними? Все, человек попадает под контроль человеческого страха. А Библия говорит, боязнь пред людьми ставить сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Эти 400 лже-пророков, они были поражены человекоугодничеством. И они выдали не то, что надо было, а то, что о них ожидали. А Михей, он был святильник горящий. Его не любили, но Бог был с ним. Его не пригласили туда. Он был пренебрежене. А теперь представьте, когда Аха погиб там, что было с авторитетом этих 400? И что было с авторитетом Михея? Я понимаю, его авторитет просто высоко вырос. Люди увидели, за кем истина. И Бог нас ставит на этот перекресток. Перекресток угождения. Воля Божия идет в одном направлении, а воля людей идет в другом направлении. Принимай решение, какой страх тобой будет руководить. Или страх Божий, или страх человеческий. Саул дважды стоял на этом перекрестке, и он дважды проиграл. Второй раз ему задание поразить Амалика и все уничтожить. И вот Бог дал победу. Огромная добыча. Что хотят люди? Они хотят эту добычу. Дай им эту добычу. Ты же поднимешь свой авторитет. Ну как это все уничтожить? Ну что люди скажут, что они подумают? А ты исполни Слово Господне и доверь свой авторитет Господу. Но Саул не выдерживает. И он второй раз поражен человека угодничеством. Первый раз просит Сумула почти меня перед старейшинами. Готов и каяться ради этого. Но это ложное покаяние. Пораженный дух. И пораженный дух, он открыт для обольщения. Но апостол Павел, Галатам 1.10 написано, «У людей ли я ныне ищу благоволений или у Бога? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Павел стоял на этих перекрестках. Павел принимает решение. Рабом кого ты будешь? Бога или человека? И Павел на этих перекрестках побеждал. Был момент, когда даже Петр не сбодрствовал. Пришли от Якова в Антиохию. И вот он ел с язычниками. А здесь пришли от Якова, и он начал сторониться. Как это могло происходить? Петр, садись с нами. А не-не-не-не, братья. А что такое? А я не голоден. Могло, например, так это происходить. Или как-то по-другому. А Павел понял, что это такое? Он сбодрствовал, и он обличил Петра при всех. Снова я не имею в виду, что Петр имел пораженный дух. Но не сбодрствовал, допустил это в сердце. А есть люди, которые в этом постоянно живут. Я помню, одна сестричка говорила такие слова. У нее умер муж. И после смерти приезжают неверующие родственники. И там все эти языческие обряды, 9 дней, 40 дней. Мы понимаем, это все язычество. Хоть цифра взята с Библии 40, но это Христос 40 дней являлся, а не покойник. И она плачет, говорит такие слова. Они побуждают эти обряды разные, там, ну, поминки делают. И она плачет, говорит, я знаю, я понимаю, что это нельзя. Но не могу им сказать нет. Что это такое? Пораженный дух. Можешь. Покайся. Попроси у Бога силы. Бог даст силы. И Библия говорит, что мы призваны быть главою, а не хвостом. И когда человек ходит в духе и поступает по духу, это глава. А когда вот такое состояние, я знаю, я понимаю. Ну, как начальнику отказать? Это хвост. И знаете, в отношении с властью есть такие две крайности. Первая крайность – это бунт и мятеж. А вторая крайность – это компромисс. Не должно быть ни того, ни другого. Мы должны в отношении власти почитать власть и повиноваться в пределах Божьего Слова. Но если власть побуждает нас переступить Слово Божие, мы власти твердо должны сказать – нет, съезди в магазин, купи алкоголь, просит директор на работе. Нет, я это не покупаю, не перевожу. Подпишись здесь под неправду. Нет, я не подписываюсь под ложью. Так как, тебя ж уволят. Такая зарплата. Многие заискивают благословенного лица правителя, но судьба человека от Господа. И, знаете, в мире будет сеяться злоба, ненависть, непризень, злоба между народами. Враг будет озлоблять народы. И цель врага – та злоба и ненависть, которая между народами в мире, куда ее принести? В церковь. И вопрос, имеет он в этом успех? Большому сожалению, имеет. Есть верующие люди из разных народов, из одного народа и второго народа, между которыми злоба и ненависть. И порой между верующими людьми в одной церкви возникает злоба, ненависть и непризень друг к другу. Любопрения, не сошлись во мнениях, ожесточения, а этого не должно быть. Это в мире между народами злоба и ненависть. А в церкви Иисуса Христа должна быть Божья любовь и Божий мир. И книга пророка Исаии, 60-я глава, написана с 1-го стиха. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою, ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою, и придут народы к свету твоему и к цари, к восходящему над тобою сиянию». Библия говорит, тьма покроет народы. «В мире будет злоба, ненависть, будут узаканивать беззаконие, узаканивать однополые браки, другую какую-то нечистоту, грех, тьма покроет народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою, над тобою будет свет Божий». И здесь говорится о Иерусалиме, но я понимаю, пророчески это относится и к церкви Иисуса Христа. Тьма покроет народы, но с церковью Иисуса Христа, которая сохранила верность Христу, там явится великий свет Божий, и этот свет, он будет светом для окружающего мира. «В мире будет злоба и ненависть между народами, а в церкви Иисуса Христа – любовь». И Христос говорит, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Знаете, между странами вражда. И вот дьявол пытается эту вражду, которую между странами, посеять между церквями этих стран. И порой у него это получается. А этого быть не должно. Это страны воюют между собою. А между церквями в этих странах должна сохраниться любовь и единство Духа. Но это только тогда, когда человек имеет верное состояние Духа. Но если у человека пораженный Дух, то, что в мире, оно придет и в церковь. Через пораженный Дух. Теперь, что необходимо, чтобы сохранить верное состояние Духа? Книга притчи. 25 глава, 28 стих написано, «Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий Духом своим». Берется старый город. Раньше города обносились стенами. И вот Библия сравнивает город разрушенный и без стен. Это что человек, не владеющий Духом. Если человек не владеет Духом, он руководствуется плотью. И вот как раньше у города была защита, это стена. Вот подобным образом у нашего Духа должна быть эта защитная стена, чтобы она защищала наш Дух от ударов и поражения. И что является защитной стеной нашего Духа? Это Слово Божие. Это обетование Божье Слово, которое Дух Святой вложил в наше сердце. Например, пришли трудные времена. Вот так случилось. Человек потерял работу, не знает, как завтра жить, как обеспечивать семью. И если нету веры, враг поразит его страхом. Но если у человека внутри выстроена стена, Филиппийцам 4.19 Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему славе Христом Иисусом. Это стена. Враг пытается пробиться. Как ты завтра будешь жить? Как ты завтра семью будешь обеспечивать? А внутри стена. Когда человек поступает по Слову, естественно, Бог позаботится. Да, будут трудности. Да, будут скорби. Бог может провести через нужду. Но Бог и позаботится. Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным. И потомка его просящим хлеба. Было сказано о соглядатых. Десять соглядатых, они имели пораженный дух страхом. А два, они имели веру. Почему? Потому что в их духе была выстроена стена. Вера в Божье Слово. Или, например, пришли проблемы с одной, со второй, третьей стороны. Они давят очень сильно на разум. Снова, если нету этой стены, дух человека будет поражен. Но если внутри стена, Исайя 26, 12, Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас. Эта стена, она защищает дух от поражения. Например, если враг атакует через злобу, обиду, ненависть, месть, а внутри выстроена стена, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Ударили тебя в одну щеку, подставь и другую. Благоставляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас, и благотворите ненавидящих вас. Когда это слово живет внутри нашего сердца, эта стена, она защищает наш дух от поражения, обидой, злобой, ненавистью. Если в духе человека выстроена стена, противящейся власти противится Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, Бога бойтесь и царя, с мятежниками не сообщайтесь. Когда эта стена выстроена внутри нашего духа, наш дух защищен от поражения бунтам и мятежам. Другое направление – человекоугодничество. Если внутри выстроена стена, боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Многие заискивают благословного лица правителя, но судьба человека от Господа – это стена. Начальник на работе будет настаивать на том, чтобы мы переступили Слово Божие, но мы будем твердо. Нет. Я люблю Господа. Я принимаю решение исполнить Его волю. Я руководствую страхом Божьим, а не страхом человеческим. Если внутри человека стена, 118-й псалом, 127-й стих, «А я люблю заповеди твои, более золота и золота чистого». Если ему предложат какое-то материальное приобретение, но через неправду, нарушение Слова Божия, подпишись вот здесь где-то за границей, там, чтобы получить пособие, ну, надо под неправдой подписаться. Нет. Я люблю заповеди Господни. Более золота и золота чистого. Больше белорусских рублей, больше американских долларов, больше евро. Я люблю заповедь Господня. Если здесь надо нарушить Слово Божие, я не пойду на это. Бог меня обеспечит другим образом. И Библия говорит, светильник Господень и есть Дух человека. И вот Богу нужны эти светильники. Когда тьма на земле сгустится, Богу нужно явить свет. А для этого необходимы светильники. И Библия говорит, «Да будут чересла ваши припоясаны, а светильники горящие». Чересла припоясаны истиной Божьего Слова. А светильник, он наполнен елеем Духа Святого. И он горит ярким светом Божьей истины и Божьей любви. Вот он, свет для этого мира. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Когда у человека верное состояние Духа, он будет иметь горящий светильник. Он будет светить ярко. И сам будет видеть свет Божьего откровения. И другим будет указывать. И поэтому вот куда враг бьет. Его задача – это поразить Дух. И он использует внешние обстоятельства. Цель врага в отношении Иова была не поразить его просто внешне. Там здоровье, имение. Его задача была – это поразить духовно Иова. Ио устоял. Не все у него идеально получилось. Но Бог видел, через которую температуру проходил. Но Ио боролся, Ио сражался, и Ио победил. Поэтому, братья и сестры, мы можем проходить через борьбу. Не всегда мы можем сбодрствовать. Мы должны стараться бодрствовать. Мы должны стараться побеждать. Но если человек где-то не сбодрствовал, это не говорит о том, что у него пораженный дух. Но есть люди, которые что-то пропустили в свое сердце, и у них пораженный дух. Они поражены, могут быть бунтом, могут быть обидой поражены, могут быть поражены злобой, человекоугодничеством, користолюбием и так далее, отверженностью. Но выход – подойди ко Христу. И Он даст тебе исцеление. Ты получишь исцеление от Господа. Попроси Господи, ты видишь, у меня пораженный дух. Я не могу начальнику на работе сказать «нет». Когда побуждаешь что-то переступить, где-то Слово Божие. Вот как эта сестра, я знаю, я понимаю, что это нельзя, но не могу сказать «нет». Подойди ко Христу. И Он даст тебе силу сказать «нет». Он даст тебе твердость духа. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя упывает Он. Может быть, у кого-то в сердце обида. Подойди ко Христу, скажи, «Господи, ты видишь, мой дух поражен, мне тяжело простить. Дай силу». И Бог даст силы для прощения. И мы идем к молитве. И если вы чувствуете, что у вас есть это духовное поражение, скажите об этом Господу, исповедуйте это пред Богом. И Бог даст силы для победы. Помолимся за церковь Иисуса Христа. Враг пытается поразить духовно через все эти обстоятельства, посеять раздоры, злобу, порой даже между верующими. А наша задача молиться, чтобы церковь сохранила мир Божий, любовь Иисуса Христа, чтобы церковь сохранила верное состояние Духа. Пусть Бог благословит. Молимся. Продолжение следует...